Руководитель областного центра профилактики борьбы со СПИДом Татьяна Замковая отмечает, это лишь официальная статистика. Реальная картина по зараженным ВИЧ может быть в 2 или 3 раза больше. Исходя из официальных данных, в последние несколько лет наблюдается феминизация процесса заражения ВИЧ-инфекцией. Если раньше женщин с положительным ВИЧ-статусом было лишь треть от всех зараженных, то сейчас они составляют 40%. За последние годы изменилась и возрастная группа. Если 5 лет назад у нас до 30 лет основная группа была, и регистрировалось заболевание в этой группе 87%, на сегодня всего 21% регистрируется заболеваемость в этой возрастной группе. Увеличивалась заболеваемость у людей 30-40 лет, почти в 2 раза. И в возрастной группе 40-50 лет на 20% выросла заболеваемость. Изменился и социальный статус пациентов СПИД-центра. Если раньше это были в основном неблагополучные социальные слои населения, то сейчас больше всего ВИЧ-зараженных – это семейные работающие граждане. Немало среди них и беременных женщин. Ежегодно в 33-м регионе от ВИЧ-положительных мам рождаются около 100 детей. Специалисты уверяют, диагноз – не приговор. Женщина может родить здорового ребенка. Как правило, чтобы получить здорового ребенка, нужна трехуровневая профилактика ВИЧ-инфекции антиретровирусными препаратами у беременной женщины. Это во время беременности, во время родов и у ребенка, соответственно, после рождения. Специалисты говорят, основная проблема роста заболеваемости – неосведомленность о способах передачи инфекции и ее лечении. А еще люди психологически не готовы усваивать информацию. Проблема психологическая какая? В том, что мы до сих пор думаем, что это не коснется меня. Что это проблема каких-то слоев социально незащищенных. Но на самом деле ситуации, коллеги уже об этом проговорили и сказали, что ситуация сейчас меняется. И такого отношения, что это пройдет мимо меня, это не затронет меня, это не затронет мою семью даже, потому что мы глобально можем смотреть на это, уже такого отношения быть не может. Именно поэтому большинство граждан ни разу не проходили тест на ВИЧ. По этой же причине до сих пор существует и определенная дискриминация ВИЧ-положительных людей. Медики акцентируют внимание на том, что заразиться относителя при общении, рукопожатии или объятии невозможно. Существует лишь два вида передачи ВИЧ – незащищенный половой акт и внутривенное употребление наркотиков. Узнать свой ВИЧ-статус можно абсолютно бесплатно, сдав кровь в поликлинике по месту жительства или спид-центре. Чем раньше будет выявлена болезнь, тем эффективнее лечение. Также медики подчеркивают, что при правильном лечении и соблюдении здорового образа жизни ВИЧ-инфекция практически не сказывается на продолжительности жизни носителя.